Дроны в помощь. На Кубани за пожарной безопасностью лесов следят 12 квадрокоптеров и два беспилотника самолетного типа. Удовольствие-то, конечно, не дешевое. Одно техобслуживание стоит до полумиллиона рублей в год. Зато в экстренных ситуациях только такие мини-устройства могут точно и, самое главное, быстро определить, где очаг возгорания и куда движется пламя. Для нашего южного региона это хорошая подспорья для пожарных. Наша съемочная группа увидела, как запускают беспилотники. Разрешите волнение полетов на 9 часов UTC в местном режиме 532. Это специальная площадка для запуска беспилотников. Сейчас в небо взлетит дрон самолетного типа. Разрешение получают заранее. Конечно, в период ЧАЭС таких долгих проводов в полет нет. Беспилотник сразу рвется в дело. Такой быстрый и современный работник требует и обслуживания недешевого. Технический осмотр данного аппарата представляет такую стоимость около 500 тысяч рублей. Проводится он один раз в год в зависимости от состояния аппарата. На этом штативе устанавливают антенну, которая соединяется с беспилотником сигналом. А следят за дроном вот на таком экране. Здесь же и отдают команды. Если что-то из каких-то показателей уже в критическом состоянии, то стоит уже обратить на это внимание и начать уже возвращаться потихонечку на точку старта. Дрон – самый быстрый способ понять, где горит и куда движется пламя. Но за пожарами в регионе следят еще двумя способами. Первый – это спутник. Он шесть раз в день мониторит территорию. И система лесохранитель. Это 12 камер, расположенных на высоте. В Килинжике, Сочи, Туапсинском районе. Но если учесть, что площадь лесов в регионе более 1 миллиона гектаров, и они зачастую труднопроходимые, беспилотники стали очень выгодным приобретением. Места, где тяжело проехать на автомобильном транспорте, там, где не совпадают наши маршруты патрулирования на автомобильном транспорте, таких маршрутов у нас в крае 80, протяженность их более 5800 километров. И вот именно в таких местах применяются самолетного типа беспилотники. Начинает он работать, начиная с третьего класса пожарной опасности по условиям погоды. В летний период все эти помощники в борьбе с огнем равнозначны и, конечно, стоят своих денег. Особенно в дуэте с другими девайсами спасателей и лесников. А в этом году их станет еще больше. Министерство природных ресурсов планирует закупить 13 самых разных средств для борьбы с огнем. Это катера, сидельные тягачи, полуприцепы, автомобили повышенной проходимости, а также трактор, которые будут использоваться лесопожарным формированием для предупреждения и тушения лесных пожаров. У беспилотника перед другими тех средствами есть еще одно преимущество. С высоты он может выследить не только языки пламени, но и незаконные постройки. За последнее время в крае летательные разведчики обнаружили более 350 таких объектов. Анна Горлова, Александр Брыксин, Кубань-24, Новороссийск.